Давайте поговорим о единстве диаспоры и Армении. Пьер, что такое армянская диаспора? Перед тем, как мы начнем, во-первых, хочу поблагодарить вас, Нубара Вартан, Рубина Вартан, за то, что они дали ход этой инициативе объединения наций. Я бы хотел передать нашей аудитории, точнее, семьям, тех, кто потеряли героев во время азербайджанской агрессии против Арцах, все мои мысли с теми, кто пережил эту войну, с теми, кто вышел из нее с инвалидностью. Что такое диаспора? Диаспора — это объединение диаспор. Очень многие рассматривают диаспору в качестве единого целого, но у нас есть очень много разных диаспор. Монреал имеет достаточно живую общину, и дневные школы, и посредственные школы, классы, достаточно активная община. То же самое касается, допустим, и Аргентины, и Лос-Анджелеса. Но есть очень много разных диаспор, и эта инициатива дает нам цель, устанавливает цель, посредством которой мы пытаемся посмотреть на себя совершенно другой перспективы. Диаспора не является объединенной, даже наши общины не объединены. Существуют определенные различия в некоторых случаях, серьезные различия между нами и другими. В другом случае, единство диаспоры, в первую очередь, связано с единством отчизны. Мы можем сказать, что диаспора без Армении не может выжить. Но ее также задают и другой вопрос. А может, для Армении выжить без диаспоры? Насколько она живуча без диаспоры? Очень многие покидают страну и не помогают Армении процветать. То, что происходило, кстати говоря, во время советского периода. Единство диаспоры, я так думаю, начинается со многих вопросов, которые мы можем обсудить попозже. Но первым шагом является то, что мы должны признать, что есть разрыв между Арменией и внутри самой диаспоры. Как только мы поймем это, мы начнем создавать мосты, тысячи мостов, для того, чтобы связаться друг с другом. И я надеюсь, что данная инициатива в какой-то степени даст ход именно нашему движению в этом направлении. Викки, Джон, у вас была возможность следить за нами на короткой дистанции? Пожалуйста. Я бы хотел сказать, что не могу считать себя экспертом в этих вопросах. Я надеюсь, что я внесу, тем не менее, свой скромный вклад во все эти вопросы. Я был в Армении всего лишь 10 раз, и то в течение последнего времени. Последний раз, когда я был там, советский посол меня угощал армянским коньяком. Это было моим знакомством с Арменией. Последняя моя встреча была в лондонском аэропорту, когда я сидел в зале ожидания в Канаде. И ко мне подошли, я попросил на хорошем, выраженным лондонским акцентом. И спросили, куда я лечу. Я сказал, что я лечу в Армении. Он сказал, что он тоже армянин, но никогда не был в Армении. Если речь идет о связях между диаспорой Армении, то данная связь должна была достаточно и остаться достаточно сильной. Пьер указывал на различия, которые существуют. Я надеюсь, что в течение последующих нескольких минут мы можем обговорить и указать на то, как эти различия могут быть использованы позитивно, стать продуктами. И увидеть, как эти различия могут стать двигателем нашего продвижения вперед, а не тем, что будет удерживать нас назад. Спасибо. Спасибо. Как Пьер сказал, армянская диаспора является исключительно диверсифицированной. У нас есть англоязычные, русскоязычные, франкоязычные. Есть диаспоры, которые говорят на различных армянских языках, на западноармянском, восточноармянском, все эти организации диаспоры, политические и неполитические, образовательные группы, группы, занимающиеся образованием, научные группы и так далее, и так далее. При всем при этом, в центре всего этого лежит нечто, что делает их всех армянскими, объединяет. Я думаю, что в данном случае различие или многообразие не является отрицательным явлением. Главное, чтобы было правильное восприятие самих себя, правильно понимали, кто мы такие. Согласен со мной, Пьер? Мне понравилось мнение моего соотечественного канадца, Джона. Канада является прекрасным примером и неполазнообразие, и как мозаика может быть прекрасной. Мы благословены тем, что живем в этой стране. Нет, это именно мозаика, а не ахиммирации в этом случае. Я бы хотел, чтобы Армения тоже диаспора была бы частью этой мозаики. Всегда хорошо иметь такие эмоции, но как мы все это притворим в жизнь. Допустим, чтобы начать Армянскую ассоциацию ювелиров в 97-м году, мы пригласили, организовали многие встречи внутри диаспоры. Но это было скорее декоративным явлением. Не было конкретных действий. Армянское правительство, по-моему, мне не было заинтересовано интегрировать диаспору во вопросы, касающиеся Армении, в жизни Армении. Это всего лишь пример. И многие из тех, кто слушает сейчас, нас могут также увидеть. Вот это явление. Если у вас здесь министерство диаспоры, почему не иметь министра диаспоры из диаспоры? Допустим, министр диаспоры, первый министр диаспоры, она все делала, исходя из интереса в Армении, но не диаспоры. Допустим, та же программа «Вернись домой» и так далее. Очень многие представители диаспоры не понимали, что такое «Вернись в Армении». Мои дети, которые посещали армянскую школу, владеют армянскую школу, не понимали, что означает на армянском вот эта фраза «Аритун». «Вернись домой». Руководство Армении должно понять значимость диаспоры. У диаспоры есть гораздо больше таланта, возможностей, ресурсов и денег, чем, допустим, армян, проживающие в Армении. И две трети армян проживают в диаспоре. Я, конечно, не принижаю значение Армении того, что было в Армении во время советской, в советское время в Армении проживали ученые, деятели искусства. Мы гордились этими людьми, вне зависимости от того, насколько мы ненавидели коммунистический режим. Тем не менее, советская Армения давала большие преимущества нашему народу. Я извиняюсь, если я был несколько агрессивным, можете задать свой вопрос сейчас. Я попытаюсь быть более точным в моем ответе, если можно. Я полностью удовлетворен вашими мыслями. У нас уже есть пара вопросов, кстати говоря. Один из вопросов... Это не вопрос, а замечание, что господин Акельян абсолютно прав, что у нас нет единства между диаспорой и Армении. Единства в диаспоре и в Армении. Так что уж может нас объединить? Я думаю, если у нас будет название и цель, это уже является объединяющей силой. Но кто будет, так сказать, определять эту задачу, эту цель? Кто будет принимать такие инициативы, как будущее армянское? Кто будет той полярной звездой, в направлении которой мы будем плыть? Иначе мы будем все время колебаться из одной стороны в другую, и не будет никого, кто просто будет объединять нас для того, чтобы достичь общей цели. Если нет общей цели, нет общей стратегии. Если нет общей стратегии, нет общих задач, которые должны быть выполнены, ты будешь все время дрифтовать. И не будет возможности объединиться. Сегодняшние технологии объединяют нас по всему миру уже. И эти технологии являются большим преимуществом, которые мы можем использовать для того, чтобы обеспечить вот это единство. Но, с другой стороны, мы должны быть честными друг с другом, поскольку мы не честны. Мы говорим о том, что вот это многообразие полезно. Но это не так. В этом году в Монреале отмечалась память и деньги нации армян, и одна партия отмечала это. В одной окраине Монреале, в другой части Монреале, насколько это полезно. Хаджаз Нуни сто лет назад сказал, наша миссия завершилась. Политические партии не должны играть никакой роли в диаспоре. Но сто лет спустя у нас есть еще политические партии в диаспоре, говорящие от имени диаспоры. Но они не говорят от моего имени, может быть, от имени конкретных круг. Как же все это изменить для того, чтобы у нас общей задачей, общей целью было бы это единство? Мы не объединены в диаспоре, мы не едины с нашей Родиной и Матерью. Я надеюсь, что подобные дискуссии позволят нам сформировать эту единую цель. Если, допустим, у нас были лучшие университеты мира в Армении, если были в первые десятки или в первые сотни. Но мы сейчас не в первые десятки, не в сотни, не в первые тысячи по международным стандартам. По-моему, два университета уже в первые тысячи. Да, в первые тысячи у нас два университета. Мы должны быть в первые десятки университетов, по крайней мере. Один из этих университетов должен быть в Армении. Возьмем Монреаль, университет Могил. 30-й или 40-й университет. Почему не иметь подобные университеты в Армении? Чтобы мои дети, допустим, по программам обмена или с целью обучения, могли бы приехать в Армению. Это же будет объединяющей силой, как создать эти университеты такого крупного калибра, если у вас нет стратегии, если вы знаете, задачей будущего армянского является именно образование, которое важно для нас почти 12. Вот эти задачи могут помогать нам. У нас есть экспертные знания, большие экспертные знания. в диаспоре, на которые можно положиться, которые можно использовать. И инициатива. Вартан Ано Сканнин мог бы стать прекрасным министром по вопросам диаспоры, человеком, который мог бы создать мосты между диаспорой и Арменией. Почему не использовать экспортов из диаспоры, которые могут работать в различных министерствах, быть заместителями министров в области здравоохранения, вообще во всех областях, которые можно представить. У нас есть первоклассные экспорты, но никто не стучится им в дверь и не приглашает их работать в Армении. Причем это не означает, что эксперт должен обязательно переехать и работать на правительство. Есть очень многие вопросы, которые правительство может поддерживать. Бизнес всегда остается бизнесом. Не нужно, чтобы бизнес становится частью правительства. Я согласен. Так, кстати, образовался союз ювелиров, армянских ювелиров. Мы не могли получать поддержку правительства по отдельности, но когда обратились туда, Гарниг Нанагулин тогда был послом, мы сказали им, что мы пытаемся создать Всемирную ассоциацию армянских ювелиров. Армянское правительство было достаточно поддерживаться, было достаточно положительно настроено. Тогда господин Кочерян был премьер-министром, у нас была 20-летняя встреча, которая продлилась более часа. Вы знаете, армяне являются ювелировыми по своему ДНК, у нас была очень интересная беседа. Мы получили поддержку правительства. Нам не нужно, чтобы правительство это делало за нас, но поддержка является исключительно важной, играет значительную роль во всем этом. Спасибо. Мне кажется, что ученые есть что-то в нашу тему. Спасибо, что таким образом дали мне слово без всякого давления. Я нахожу исключительно важным, что не только различные перспективы принимаются во внимание, но также указывается на то, что различия также важны в плане представления, реалий, с которой мы уже сталкиваемся. Я, допустим, часто сталкивался с тем, что называется сейчас разработка сценария. Я не знаю, как сейчас используется данный ярлык, но это разработка сценариев, как, допустим, нужно развивать сотрудничество, как, допустим, законопослушные граждане должны себя вести и как должны поступать в какой-то ситуации и так далее. Я был в конце апартейда в Южной Африке. Одним из ключевых моментов этой истории, с которой я сталкивался, то, что националисты и движение Манделы, в конце концов, встретилось. И занялись, так сказать, разработкой сценария. Что может пройти в будущем, рассматривать различные сценарии положительно-отрицательные и нейтральные. И в итоге все пришли к тому, что переговоры, которые вообще были, вне сомнений, не рассматривались в качестве вопроса в этот момент, просто получили достаточно серьезный импульс и привели к результату. Много-много лет назад, во время революции, американцы говорили, если мы не встанем друг рядом с другом, нас повесят по отдельности. Если мы встанем плечом к плечу, нас повесят по отдельности. Люди должны научиться действовать вместе для того, чтобы обеспечить прогресс. Если не объединяться, нужно ясно знать, какую цену придется платить за это. Нужно понимать, что можно сделать позитивно или негативно, совместно или по отдельности. Я думаю, что армяне в диаспоре и в Армении должны понять, что они не живут в спокойном мире, то есть они окружены достаточно трудными соседями, поэтому для того, чтобы обеспечить прогресс, нужно принимать конкретные решения. Я вижу определенное разочарование на лице первого, но нужно быть исключительно точным в своих формулировках и движениях. Мы не слышим Джона, давайте подождем, пока техническая проблема решится, и пока Джон вернется к нам в то же самое время. Первый, я получил такое короткое замечание, которое указано, что министр по вопросам диаспоры есть, где правительство меняет свой подход. Мы не знаем, будет ли действующий министр по вопросам диаспоры останется министром. Я не согласен. У министра сейчас это чисто практически чиновническая позиция к министерству полноценного министерства. Если я имею право высказать свое мнение, если у диаспоры будет право высказать свое мнение, мы будем иметь полноценное министерство с достаточным командом, который будет иметь возможность влиять на политику других министерств, указывая на то, насколько важна роль диаспоры и насколько важно использовать возможности диаспоры в областях. Это будет способствовать также интеграции и в бизнес-области, и в пути управления между диаспорой и Арменией. Я не знаю, кто сделал это замечание, но у нас нету министерства. Да, мы признаем, что данный риск является исключительно компетентом. И сделать полноценный министер, который может участвовать в седании в кабинетах министерства, и вместо того, чтобы просто отчитываться перед кабинетами, я считаю, по-моему, данная проекта в башне была достаточно ошибочной. Чего мне надеюсь, что вы вернулись? Что вы готовы для того, чтобы получить мою поддержку? Спасибо технологиям, я пришел обратно. Я не знаю, что вы сказали, что я пропустил. На данный момент у нас нет вопросов диаспоры. У нас здесь, так сказать, Верховный комиссар по вопросам диаспоры. И первое, это то, что этого недостаточно. Лучше иметь полноценное министерство с достаточными полномочиями для того, чтобы решать вопросы, выступать с инициативами. Вот это тоже нужно диаспорой. Джон, я извиняюсь, что у вас прерываю, но поздно мне сказать, что и следующее. Очень многие парламенты имеют представителей диаспоры. Наша Конституция не позволяет выбирать также членов парламента со стороны диаспоры. Но это мой следующий вопрос. Представьте возможность Джона выступать прежде этого. Я несколько секунд назад говорил о том, что американские инвестиции... Не помню сейчас, когда это произошло, но это было достаточно давно. Я знаю, что американцы говорят о том, что нет налогообложения без представительства и так далее. Я переехал в Канаду из Великобритании, и я не могу, естественно, отказаться от тех реалий, с которыми я живу. То есть я британец и канадец. Я, наверное, представляю, так сказать, британца диаспоры. Но я не плачу налоги в Великобритании, я плачу в Канаде. Если правительство будет заниматься глупостями, я буду, естественно, возражать против этого. И я знаю, что я буду представлен в законодательном органе. И, может быть, мое мнение будет отличаться от того мнения, которое будет у очень многих армян. Может быть. И, может быть, эти решения могут быть новыми. Если у вас будет, допустим, член парламента из Глендала, так вы собираетесь обеспечить участие его в работе парламента, чтобы Азуму будет из Глендала подключаться и участвовать в заседаниях, допустим, парламент. В то же время и Армяне в Глендале и в Вон Риаде должны обеспечивать достижение этих интерактивных целей, которые являются исключительно важными. Если кто-то из них не участвует в этой работе, остальные от этого будут, так сказать, нести убытки. И нужно устанавливать диалог. Я также не могу сказать, что у меня есть волшебная палочка, где-то спрятанная программа, которая даст вам возможность быстро решить все проблемы. Я не хочу, конечно, звучать достаточно негативно и пессимистично, но очень многие вопросы могут быть решены. Но для того, чтобы решить эти вопросы, нужно начинать, наверное, с восприятия того, что коллективно есть большая сила. Теперь как обеспечить, чтобы этот коллектив работал вместе по всем направлениям? Один из поэтов в Монреале в свое время сказал, что будущее – это не темная перспектива, а хорошо освещенная дорога в будущее. Я не знаю, насколько я поддержал вас, Пьер, но я могу сказать следующее. Нужно обговаривать все вопросы, обсуждать их и переходить к общим решениям, как эти вопросы могут быть решены. Я, может быть, вернусь еще к этому. Я убежден, что есть вопрос, который является исключительно важным, достаточно серьезный вопрос в Армении. Очень часто вы можете услышать, что, допустим, местные говорят следующее. Вы представители диаспории, у вас есть собственная страна, это Америка, Канада, Франция, Австралия или Иордания или Ливан. Почему вы хотите стать частью нашего будущего? Мы живем в этой стране, она принадлежит нам. Мы страдаем в этой стране. Я знаю, что ответить на этот вопрос не так уж и легко. Но, с другой стороны, это то препятствие, которое мы должны признать и понять, как нужно преодолеть это препятствие, эту препону, которая существует между диаспорой и Арменией. Что вы думаете об этом, Пьер? Это как раз то разделение, о котором я говорил, что у нас есть разделение между диаспорой и Арменией. Я согласен с тем принципом, который Джон представил. Нет представительства без налогообложения. Я могу принять налогообложение следующим образом. Если вы привлекаете все эти инвестиции из-за рубежа, если диаспора участвует в жизни посредством, так сказать, пожертвования или бизнеса, я предпочитаю, конечно, бизнес в этом случае, в Армении должен быть представительство этих бизнесменов, все те бизнесмены, которые будут вкладываться в армию, которые работали раньше с, так сказать, армянским агентством по развитию, сейчас новая версия этой организации. Можно сказать, что вот это всего не существует, слишком много министерств, слишком много бюрократических проволочек. Я хочу, естественно, платить налоги в качестве армянина. Я хочу иметь бизнес в Армении. Но препятствия и преграды насколько велики для всех нас, что мы не представлены там. Вы хотите наши налоги, конечно, я готов прийти и платить налоги, но бюрократия убивает нас. Она исключительно неэффективна. Я не знаю, бюрократия еще осталась со старых дней. Бюрократия, которая поощрала непотизм, то есть связи между умовством, так сказать, вкладчики приезжают, инвесторы приезжают, уезжают, но бюрократия остается на своем месте. Почему она работает не как швейцарские часы, к несчастью, а по-своему. Поскольку мы работали с канадским правительством, я знаю, как и ограничения у нас существуют. Тем не менее, бюрократия здесь очень эффективна работать, в отличие от той бюрократии, с которой мы столкнулись в Армении. Я в какой-то степени согласен. Марк, если мы должны быть прямыми и честными, то в данный момент мы принимали то, что нам говорили органы из Армении. Занимайтесь своим делом, приезжайте сюда, тратьте свои деньги, получайте удовольствие, езжайте обратно, участвуйте в принятии решений. Но это война. Это не была война, это была интервенция с этой интервенцией, по-моему, по крайней мере, для меня очень много изменилось. Люди, которые говорили мне, занимайтесь своим делом, Ташинян, Серж или Роберт. Я отвечаю, я занимаюсь своим делом, но вы превратили в руины мое будущее, мою страну. И нам казалось, что у нас здесь стильная Армения. Мы верили вам, но сейчас мы не верим вам, поскольку результаты оказались обманчивыми. Как местные индейцы говорят, это было всего лишь клевым зеркалом. Вы не имеете права больше говорить такое. Вы не... Мы из Диаскора просто протянуем свою руку и говорим просто возьмите эту руку, давайте работать вместе. Джон. Спасибо вам, Джон. Как я могу сказать что-то против этого? Я думаю, что правительство, находящееся в кризисе, должно принять ту помощь, которую они знают, что им нужно. Они должны внимательно относиться ко всем тем различным подходам, которые существуют, которые могут помочь им. Естественно, ситуация достаточно сложна, особенно учитывая тот опыт и те проблемы, через которые страна прошла за последний год и те развития, с которыми... То развитие ситуации, с которой мы столкнулись, я думаю, что лучшим подходом выхода из этой ситуации может быть именно объединение. Кстати говоря, для меня самым большим сюрпризом было то, что произошло и каком был итог. Я думаю, что если вы не обнимаетесь, в этом случае проблемы останутся на том месте, в котором они находятся сейчас, и Арцах, и другие территории, которые были потеряны, останутся больше... станут далее невосполнимой утратой. Я думаю, что мы все должны понять, какие уроки можно извлечь из этой ситуации. Я бы назвал это катастрофическим развитием и данные потери были абсолютно непредсказуемы. Не хочу быть абсолютно пессимистичным и негативным. Если бы я был армянином, я бы сейчас подумал бы, как бы обеспечить настоящее, защитить то, что имеется, и достичь более святых бутылок. Эта программа, состоящая из 15 пунктов, является исключительно большой помощью, если ее удастся претворить жизнь. Кстати говоря, то, что произошло, нужно повториться, но если рассматривать вопросы с положительной точки зрения, и в то же время, я думаю, скажешь, что я не знаю. Я очень надеюсь, что ситуация пойдет в лучшую сторону. Во-первых, я полностью понимаю ваши эмоции, поскольку существует вот это чувство принадлежности. Чувство того, что вновь и правительство пытались помочь нам, и мы в принципе принадлежим этому маленькому кусочку земли, который принадлежит нам. эта земля принадлежит нам, и очень кратко хотелось бы обсудить следующее. есть очень много вопросов, которые мы хотели обсудить более полноценно и детально, но у нас нет времени. если бы мы пытались сейчас сформулировать определенную формулу, мы живем сейчас при наличии сильной диаспоры и слабой Родины. Конечно, хотелось бы иметь сильную диаспору и сильную Родину, и в этом случае движение должно быть в обеих направлениях. мы должны прийти друг к другу где-то посередине этого пути. Вы сказали, какую часть пути должна пройти Армения, то есть сформировать министерство диаспоры, назначить кого-то из диаспоры министром, человек, который понимает проблемы диаспоры и понимает также стремления диаспоры. Какую часть пути в этом случае должна пройти диаспора по направлению к Армении. Есть ущелье, через которое нам придется строить мосты. Может быть, даже тысячи мостов. Может быть, это, так сказать, не долина смерти или Великий каньон. Но по-любому, если данные мосты будут созидаться, то они должны быть с двусторонним движением. И нужно начинать с какой-то отправной точки. Символически, если мы будем говорить об этом, если будет министр диаспоры, который сидит там и говорит о том, что мы должны дать каждому армянину из диаспоры, допустим, паспорт. Я это просто в качестве примера привожу. Мы должны дать возможность этим людям приехать сюда. Это не просто слова. То есть, да, да, рады вас приветствовать здесь. Дать возможность этим людям приехать сюда, привезти их в Армению. Приезжаете в Армению в первый день. Когда вы окажетесь здесь, вы выйдете из аэропорта уже с паспортом. То есть, создать определенную символику, которая окажет, что, по крайней мере, движение в одном направлении открыто. И уже другая часть должна работать именно для того, чтобы открыть движение в обратном направлении. Мы должны понять ошибки, которые были у нас в прошлом, поменять стратегию. Я думаю, это возможно сделать. Со стороны Яспоры, я думаю, большая работа проводится. У нас есть организации «Армянское благотворительное общество», которое вкладывает большую энергию. Но это одностороннее движение. Причем это делается за счет наших общин, которым услуги предлагала, именно обеспечивала всеобщая армянская благотворительное общество. Раньше эти деньги шли на обслуживание общин, сейчас эти деньги идут в Армению, и, может быть, эти деньги не работают настолько эффективно, насколько они должны. Но я думаю, что все должно начаться еще и с того, что правительство Армении должно быть открытым, быть готовым включить нас в свои программы. пока еще все остается так сказать всего лишь словами. Каждый из премьер-министров, которые приходят к власти, они обещают, но ничего не делают. Мы можем сделать гораздо больше. Спасибо. Когда я задавал вопрос, я увидел улыбку понимания на лице Джона. У вас только что завершились выборы. У вас не новый премьер-министр, премьер-министр, который, я надеюсь, извлек определенные уроки исправления нескольких лет, которые у него были. В начале этого диалога перед говорили о том, что нужно создавать университеты. Я обоскал следующее. Даже маленький университет может удивить вас. качеством науки или стандартами и планкой, на которую он может поднять обучение и управление образования. когда у нас были проблемы, премьер-министр Канады собрал лидеров и руководители университетов и мы обсуждали вопрос, куда мы будем двигаться, в каком направлении мы пойдем. И кто-то к удивлению всех предложил новую линию бизнеса. Это было предложение создать Нокию. В течение нескольких лет Нокия стала лидирующей компанией в своей области. Я помню в Южной Африке в аэропорту был большой постер билборд южный африканец, черный южный африканец с двумя телефонами. И на постере было написано «Новая прическа вождя племени». Когда Пашиняна попросили прокомментировать каковы его 100 достижений самых важных, я не помню под каким номером, я помню, что второй был. Он привлек профессор университета, который должен быть куру для него. Это был профессор Радьмо, для очень многих известная личность, человек, который был в МАИ, 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 но я не знаю, насколько он действительно прислушивался к мнению о Джамаглу, но это указывало на то, что правительство Армении пыталось серьезно заняться своими проблемами. Вы можете обговаривать все эти вопросы с представителями диаспоры, с представителями академических «Крузголф», но при этом все это, конечно, очень желательно, но не должно оставаться только на слово. Наш университет находился в таком районе, где было очень много рядом с нами представителей коренных народов, и мы начали со стороны университета предлагать им определенные классы для того, чтобы поднять их уровень образования, хотя знали, что для них было трудно переезжать в город. однажды урок венчурного капитала был проведен в галерее, которая в то время выставила работы французского скульптора Огюста Родена, и заметил, что один из студентов смотрит со злостью на скульптуру, причем смотря на скульптуру маленького ангела. И на вопрос, почему вы так сердито смотрите на данного ангела, он ответил, этот ангел никогда не взлетит, поскольку у него два левых крыла. То есть, сто лет спустя, после того, как ангел был создан, кто-то впервые указал на то, что была сделана ошибка, у ангела было два левых крыла. в течение сто лет, наверное, этот ангел был, то есть, около 50 миллионов человек, наверное, за сто лет видели эту скульптуру, но никто никогда не заметил, что у данного ангела два левых крыла, а студент маленького университета, который представлял коренной народ этой провинции, с первого взгляда заметил эту ошибку. Поэтому нужно организовывать именно вот такой диалог между всеми заинтересованными сторонами, особенно если сотрудничество речь идет о различных областях социальной области, экономической области, области управления и так далее. Все это даст возможность генерировать важные мысли, в этом случае может быть армяне и смогут прийти к определенным общим решениям, независимо от того, где они будут проживать, в Армении или вне Армении, будет нечто объединяющее всех, будет идея, которая будет объединять их. Я надеюсь, что следующая катастрофа будет достаточно далека в истории и не скоро и вообще не произойдет больше подобной проблемы. У нас очень много вопросов от нашей аудитории, но я бы хотел обратить внимание на один вопрос. У нас нету больше времени для того, чтобы ответить на несколько вопросов. Вопрос в чате в следующем. Я из Арцаха. для меня самое важное это образование. Что может диаспора предложить нам молодежи Арцаха в плане образования? Пожалуйста, Пьер. Пьер, Пьер. Я думаю, Джон, по-моему, Джон, по-струкому представить университетские игроки, может быть, лучше ответить на этот вопрос. Но я скажу следующее. Арменин Virtual College, Армянский виртуальный колледж, был создан арменином из Канады, который сейчас используется очень многими. Я предложил бы рассмотреть именно Армянский виртуальный колледж, который финансирует всеобщее армянское благотворительное общество. Это может быть хорошей возможностью. Я согласен с Джоном, что очень много можно сделать в области образования, где мы должны достичь именно превосходства. Это является критическим компонентом нашего будущего. Вместо того, чтобы, допустим, идти в деревню, можно при помощи современных технологий именно связать деревню с образованием. Есть очень много прекрасных возможностей. Я знаю, что есть доступность интернета, были большие инвестиции из-за рубежа для того, чтобы обеспечить. Это я разговор с коров армена, который помог обеспечить новые технологические возможности и в деревнях Армении, и в деревнях Арцаха. Но для того, чтобы достичь всего этого, нам нужно прикрепить эти деревни хорошим университетом связать. Даже представители этих университетов наверное согласятся. Это будет возможность именно дать хорошее образование. Могу я сделать определенный комментарий? я понимаю, что существует очень много обязательств, но с другой стороны я понимаю близко к сердцу вопрос, который задал представитель из-за отца. Атанес Мадеба был выпущен из тюрьмы. Он поехал в Нигерию для того, чтобы встретиться с министром по вопросам содружества, чтобы обговорить, что можно сделать. Он попросил, чтобы содружество обеспечило просмотреть, провести исследование, каким должна быть система образования после того, как апартеид будет упразднен и устранен, как должна быть система колледжей и вузовская система в ЮАК. И это стало вопросом и для содружества, и после чего уже стало частью повестки ООН. И я могу сказать, что работа в этой комиссии, я тоже участвовал в этой работе. У нас были люди, представляющие различные сектора, у нас были, так сказать, гражданские активисты, у нас были представители науки и образования, и все вместе мы достигли результатов, которые сейчас имеются. Это указывает на то, какова инициатива, какова ценность этих инициатив, что можно сделать в этом направлении для того, чтобы довести это до уровня, который будет представлять именно значимость, и уже наши дети будут пытаться не повторять тех ошибок, которые совершили мы, старшее поколение, я не знаю, пенсионеры и так далее. но я думаю, это отчет, который мы подготовили после апартеида. что-то можно сделать. Посмотрите на те ресурсы, тут потенциал, который у вас есть. Диаспори есть в стране, и я исключительно заинтересован в том, чтобы мы имели влияние на то, как дети будут относиться к образованию, чтобы дети, находящиеся в Глендере, в Арцархе, читая вот этот вопрос, могли бы ответить одинаково. если бы я был обменен, я бы сказал, что это лучшее, что мы можем сделать. Я, может быть, сказал бы, давайте покупать антидроновые системы, усиливать безопасность, но я бы сказал, что образование будет все-таки первым. Спасибо, господа, очень быстренько пару заключительных замечаний. у нас есть такое замечание Тхакопа Саксиана. У нас был национальный фонд конкурентной способности Армении под патронажем президента Армении, который состоял из экспертов со всего мира, которые имели армянское происхождение. К несчастью, фонд прекратил свою деятельность во время политических волнений несколько лет назад. Что мы можем взять с этой встречи? Мы должны понять, что сильная диаспора заинтересована в том, чтобы иметь сильную Армению, а Армения заинтересована в том, чтобы иметь большую сильную диаспору. мы не можем достичь этих целей, то есть этой задачи быть сильными по отдельности друг от друга. И нужно начать с символических шагов. Армения должна показать, что правительство и государство готовы сотрудничать с диаспорой, и что армянские партии будут работать на создании. Сильная диаспора. И спасибо, Джон, что вы вспомнили канадского Пайдона. Будущее это широкий горизонт возможностей. Спасибо за данную цитату. Спасибо и до свидания. До свидания. Спасибо. Хорошо. До свидания, всем. Спасибо.